Доброе утро! Служба информации канала ОТС начинает новый рабочий день. Сегодня понедельник, 27 мая в студии Елены Смирнова. О попытках сохранить сквер напротив цирка, о том, где можно проголосовать за лучшего врача и о премьере в Новосибирском театре оперы и балета расскажем прямо сейчас. Режетовскому аэродрому быть, а значит в регионе продолжит развиваться планерный спорт. Совет депутатов поддержал руководителя аэроклуба Владимира Кочкина. Народные избранники на публичных слушаниях приняли решение перевести земли сельхозназначения в земли поселения. Более двух лет длились судебные тяжбы между Владимиром Кочкиным, арендодаттором земли и Новосибирской транспортной прокуратурой. Площадку аэродрома признали незаконной, потому что она находилась на сельскохозяйственной земле, а значит использовалась не по назначению. Назорный орган потребовал запретить использовать ее для эксплуатации воздушных судов. Решение проблемы нашлось. Совет депутатов постановил перевести эти земли в земли поселения. Практически все документы уже оформлены. Утверждение самого этого генплана изменения, да, это было на уровне правительства, да. То есть это долгий процесс был, ну, сколько, два с лишним года, два с половиной года это все это длилось. И, ну, добились, вроде все сделали. Ну, очень много просто времени ушло на это. Ну, ладно, будем дальше стараться, как говорится, соответствовать требованиям, которые нам предъявляют. В сквере напротив цирка не будет административного здания. Новосибирские власти отстояли право на благоустройство территории, сообщает сайт местного отделения партии КПРФ. В начале прошлого года там начали рубить деревья. Горожане выходили на пикеты в защиту зеленых насаждений. Земельный участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров ранее являлся федеральной собственностью, потом стала муниципальной. После чего мэрия изменила вид землепользования, утвердив статус территории общего пользования – сквера. Но, несмотря на окончание срока действия договора аренды, застройщик начал на участке работы. Мэрия обратилась в арбитражный суд. Городу удалось отставить право на этот участок. Теперь задача – восстановить зеленую зону, а именно разбить сквер. Работы будут вести за счет бюджета, но муниципалитет планирует взыскать компенсацию с арендатора, пишет сайт КПРФ. В Новосибирской области выбирают лучшего врача. Стартовало онлайн-голосование областного конкурса профессионального мастерства «Врач года-2019». До 12 июня можно выбрать лучшего на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей. В финале конкурса 10 докторов разных специальностей. Из городских и районных больниц, муниципальных и ведомственных медучреждений. Результаты объявят на торжественной церемонии 13 июня. Торжественное событие сегодня проходит в 39-й гвардейской ракетной дивизии. Из фонда мученика Ванифатия привезли иконы святого великомученика Георгия Победоносца и святого апостола Андрея Первозванного с частицами их святых мощей. На плацу дивизии состоится торжественный митинг, затем пройдет молебен. И святыни будут перенесены в дивизионный храм во имя святой великомученицы Варвары, расположенной в центре поселка Гвардейский. Спектакль «Гамлет» театра «Старый дом» открыл 12-й международный театральный фестиваль ТСЗТ в Румынии. Помимо театральной труппы из Новосибирска, на фестиваль приехали актеры из Гренобля, Антверпина, Любляны, Кёльна, Бухареста. Всего на сцене Венгеровского государственного театра имени Гергия Чики было представлено 9 экстраординарных спектаклей. Цель фестиваля – распространение знаний о мультикультуризме и информации о новейшем театре и драматургии. Фестиваль работает как платформа для культурных обменов, а также как приглашение к диалогу с театральными деятелями. В Новосибирском театре оперы и балета на этой неделе премьера «Летучая мышь». Спектакль постановки режиссера Вячеслава Стародубцева до сих пор демонстрировался в зале имени Исидора Зака. А теперь он начинает новую жизнь на большой сцене театра. Сюжет и музыка «Летучие мыши» пронизаны тонким юмором и с первых минут захватывают зрителя и создают ощущение праздника. Однако постановка опереты в оперном театре задача непростая. Мокальный материал виртуозный, потому здесь нужны певцы экстра-класса. Как справились с этой задачей солисты новосибирского оперного зрителям станет известно уже 28 мая. И на этом пока все. Подписывайтесь на инстаграм ОТС, нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро. В эфире новости в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о посевной кампании в районах области, о том, какие учебные заведения вошли в топ соревнований WorldSkills и о проведении итогов сезона волейбольного локомотива. Посевная кампания 2019 года опережает сроки. По зерновым Болотнинский район в лидерах в хозяйстве «Золотой колос» основные площади уже засеяны. Сейчас работы идут на опытном поле, осваивают новые технологии, учатся эффективно, работают на современной технике. Два месяца назад хозяйство приобрело посевной комплекс «Амазон» с трехконтурной сейлкой. Она позволяет за один подход использовать как жидкие, так и гранулированные удобрения, сеять зерно и прикатывать. На опытном поле засевают последние гектары, ставят эксперимент на французской пшенице. Аграрий завезли басовские семена, они должны взойти на площади более тысячи гектаров. Готовую продукцию поставляют также за границу. Большое внимание в хозяйстве уделяет и качеству семян, экспериментирует. У нас наука постоянно здесь, мы с ней сотрудничаем, поэтому все рекомендации, которые они дают, мы обсуждаем. Готовились к этому делу, закладывали у нас нынче три опыта и на рапсе, и на ячмене, и на пшенице. То есть сделаем выводы, стоит ли этим заниматься дальше, либо не стоит. Ну, думаю, посмотрим на осень, на результат. В сквере напротив цирка не будет административного здания. Новосибирские власти отстояли право на благоустройство территорий, сообщает сайт местного отделения партии КПРФ. В начале прошлого года там начали рубить деревья. Горожане выходили на бикеты в защиту зеленых насаждений. Земельный участок площадью почти 2500 квадратных метров ранее являлся федеральной собственностью, потом стала муниципальной. После чего мэрия изменила вид землепользования, утвердив статус территории общего пользования сквера. Но, несмотря на окончание срока действия договора аренды, застройщик начал на участке работы. Мэрия обратилась в арбитражный суд. Городу удалось отставить права на этот участок. Теперь задача восстановить зеленую зону, а именно разбить сквер. Работы будут вести за счет бюджета, но муниципалитет планирует взыскать компенсацию с арендатора, пишет сайт КПРФ. В Новосибирской области стартовала всероссийская акция «Соль плюс йод – IQ сбережет». В клиниках Новосибирской области делают комплексное обследование горожан. Для всех желающих – консультация врачей-эндокринологов, лекции, беседы, уроки здоровья и образовательные семинары. Напомню, развитию болезни щитовидной железы способствует недостаток йода и витаминов в пище. В Новосибирской области отмечается недостаток йода в воде и в почве, поэтому основным методом профилактики заболеваний щитовидной железы является включение в рацион питания йода, содержащих продуктов морской капусты, морской рыбы и периодический прием йода, содержащих поливитаминов в холодное время года. В топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» вошли Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса и Новосибирский авиастроительный лицей. Напомню, что в 2018 году на национальном чемпионате наш регион занял шестое место из 85. Три новосибирца вошли в состав сборной России для участия в соревнованиях «Евроскилз», на которых наша сборная выиграла первое место. Соревнования «Волтскилз» проводят, чтобы повысить престиж рабочих профессий, привлечь молодежь в производственные секторы экономики и для совершенствования образовательных программ. Накануне в России отметили День химика. Профессиональный праздник отмечают последнее воскресенье в мае. Он объединяет самые разные специальности технологов, инженеров, экологов, всех, кто посвятил свою жизнь работе в данной области, а также преподавателей и студентов. По случаю празднования есть традиция, придуманная студентами МГУ. Начиная с 1966 года, каждый день химика посвящается очередному элементу периодической таблицы. В этом году Дню химика покровительствовал 54-й элемент таблицы «Ксенон». В волейбольном клубе «Локомотив» подвели итоги сезона и сообщили об изменениях в составе команды. Пятое место в чемпионате России и непопадание в финал четвертого Кубка России признано неудовлетворительным результатом. Тем не менее, руководство железнодорожного клуба решило продлить контракт с главным тренером Пламеном Константиновым. В этом году он закончил работу со сборной Болгарии, теперь полностью сосредоточился на работе с клубом, состав которого удалось сохранить. На следующий сезон остались 10 игроков, включая двух легионеров. Покидают команду связующий Максим Шульгин, блокирующий Артем Смоляр и Николай Апаликов и многолетний капитан «Локомотива» Николай Павлов. Помимо чемпионата России, в следующем сезоне «Локомотив» выступит в Европейском Кубке Вызова. И это все к этому часу. Подписывайтесь на наш инстаграм ОТС, нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро. В эфире новости ОТС в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о том, что Новосибирск признан лучшим торговым городом об экологической тропе и об итогах сезона в волейбольном клубе «Локомотив». В сквере напротив цирка не будет административного здания. Новосибирские власти отстояли право на благоустройство территории, сообщает сайт местного отделения партии КПРФ. В начале прошлого года там начали рубить деревья. Горожане выходили на пикеты в защиту зеленых насаждений. Земельный участок площадью почти 2500 квадратных метров ранее являлся федеральной собственностью, потом стала муниципальной. После чего мэрия изменила вид землепользования, утвердив статус территории общего пользования – сквера. Но несмотря на окончание срока действия договора аренды, застройщик начал на участке работы. Мэрия обратилась в арбитражный суд. Городу удалось отставить право на этот участок. Теперь задача – восстановить зеленую зону, а именно разбить сквер. Работы будут вести за счет бюджета, но муниципалитет планирует взыскать компенсацию с арендатора, пишет сайт КПРФ. Лучшим торговым городом России признан Новосибирск. Помимо нашего мегаполиса в тройку лидеров вошли Калининград и Обнинск Калужской области. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации в рамках конкурса «Торговля России» рассмотрели более 800 заявок по таким номинациям, как «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучшая ярмарка» и другие. Среди победителей также есть новосибирские предприятия. Лучшим нестационарным объектом стал контейнер «Прайм Тайм», «Лучший мобильный торговый объект» «Дядя Денер», а «Лучший магазин» – «Булочная» в рабочем поселке Ленева Новосибирской области и чудо-магазин русской кухни «Добрянка». Новосибирские волонтеры прошли экологическую тропу с мешками для мусора. На Бердских скалах студенты разных вузов провели очередную акцию, а заодно рассказали об уникальном природном ландшафте в своих соцсетях. Приезжают обследовать, проводить геологические, экологические обследования, и по их результатам мы вот эти вот стенды установим. Тропа Зверобой – место необычное. С одной стороны нетронутая природа, с другой здесь созданы все условия для туристов. Смотровые площадки, зоны для привалов, но не каждый путешественник соблюдает простые правила отдыха. Приходят на эту тропу, разжигают костры, и вот буквально четыре дня подряд мы тушили именно пожары, именно поджоги. Да, мусор с собой уносят далеко не все, поэтому мешки в руки и вперед за очистку территории. Для многих студентов такие походы не в новинку. Я приехала из Алматы, и там тоже постоянно ездили в горы, и тоже чистили территорию. А заодно и друзьям рассказать об уникальном месте, до которого всего полтора часа из Новосибирска. Суммарное количество подписчиков – десятки тысяч человек. И многие впервые услышат об экологической тропе. Мы ведем видеосъемку, фотосъемку, записываем комментарии людей, и, в принципе, полностью выполняем свой функционал. Кадров много, эмоций еще больше, где еще можно увидеть горную речку с кедрами на высоких берегах. Или диких коз, которые безмятежно поедают еловые шишки. Большинство студентов обязательно сюда вернутся, и друзей возьмут с собой. Александр Попов, Алина Шефер, Евгений Агеев. Новости ОТС. В волейбольном клубе «Локомотив» подвели итоги сезона и сообщили об изменениях в составе команды. Пятое место в чемпионате России и непопадание в финал четырех Кубка России признано неудовлетворительным результатом. Тем не менее, руководство железнодорожного клуба решило продлить контракт с главным тренером Пламеном Константиновым. В этом году он закончил работу со сборной Болгарии и теперь полностью сосредоточится на работе с клубом, состав которого удалось сохранить. На следующий сезон остались 10 игроков, включая двух легионеров. Покидают команду, связующий Максим Шульгин, блокирующий Артем Смоляр и Николай Апаликов. И многолетний капитан «Локомотива» Николай Павлов. Помимо чемпионата России, в следующем сезоне «Локомотив» выступит в Европейском Кубке Вызова. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш инстаграм. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели. Доброе утро. В эфире новости в студии Елена Смирнова. О том, какие предметы выбрали выпускники для сдачи ЕГЭ, о ходе посевной кампании и об электромобиле, который создадут в Новосибирске, расскажем прямо сейчас. Около 16 тысяч школьников из Новосибирской области в этом году сдадут единый государственный экзамен. Сегодня для 11-ти классников первое испытание. По данным регионального министерства образования, многие выпускники в качестве дополнительных предметов выбрали общество знания, физику, историю, информатику, химию и английский язык. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, к проведению экзаменов регион готов. Сам сегодня министр посмотрит, как сдают географию и литературу, и побывает на одной из площадок ситуационно-информационного центра, где будет продемонстрирована работа общественных наблюдателей в режиме онлайн. Весна этого года балует крестьян погожими днями, поэтому в целом кампания 2019 года опережает сроки. Хозяйство Маслянинского района уже поставили технику в гаражи, закончив сев зерновых и зернобобовых. Среди оставшихся в лидерах по темпам сева Болотнинский район. Подробности в сюжете районных коллег. Осталось засеять последние гектары опытного поля. Роман Тимченко сегодня работает на современном Амазоне. Этот посевной комплекс хозяйство приобрело два месяца назад. Основные площади уже засеяны. Экспериментируют с семенами и техникой. Начинали с малого, с ДТ-75. Учился как бы у отца. Ну, дошли сейчас до новой техники. Потихоньку, все больше и больше. Сейчас новая техника получше намного, чем как раньше. В грязи, в пыли. План посева в хозяйстве около 4 тысяч гектаров. Выращивают пшеницу, ячмень и рапс. Поставляют готовую продукцию за границу. Большое внимание в хозяйстве уделяют качеству семян. У нас наука постоянно здесь. Мы с ней сотрудничаем. Поэтому все рекомендации, которые они дают, мы обсуждаем. Готовились к этому делу. Закладывали у нас нынче три опыта. И на рапсе, и на ячмене, и на пшенице. То есть, сделаем выводы. Стоит ли этим заниматься дальше, либо не стоит. Ну, думаю, посмотрим на осень, на результат. Засеять поля в срок и почти без простоев. Аграрии вспоминают. Такого не было несколько лет. В прошлом году посевная компания сильно задержалась. В среднем по области на две недели. В этом болотнице к середине мая уже выполнили больше половины плана. С землей нужно работать, чтобы получить хорошего рожая. Стали использовать утобрения, технологии новые при обработке почвы. За семенами стали следить, потому что требования к семенам со стороны Россельхознадзора усилились. Ну, а это все сказывается, естественно, на рожае, соответственно, и на результате экономической работы предприятий. В этом сезоне посевную компанию проводят пять сельскохозяйственных предприятий и восемь фермерских. Засеют 19 тысяч гектаров ярового клина. СПК «Артем» отсеялся первым не только в районе, но и в области. Ирина Шатрова, Сергей Филонов, Новости ОТС. В сквере напротив цирка не будет административного здания. Новосибирские власти отстояли право на благоустройство территории, сообщает сайт местного отделения партии КПРФ. В начале прошлого года там начали рубить деревья. Горожане выходили на пикеты в защиту зеленых насаждений. Земельный участок площадью почти 2500 квадратных метров ранее являлся федеральной собственностью, потом стала муниципальной. После чего мэрия изменила вид землепользования, утвердив статус территории общего пользования – сквера. Но, несмотря на окончание срока действия договора аренды, застройщик начал на участке работы. Мэрия обратилась в арбитражный суд. Городу удалось отставить право на этот участок. Теперь задача – восстановить зеленую зону, а именно разбить сквер. Работы будут вести за счет бюджета, но муниципалитет планирует взыскать компенсацию с арендатора, пишет сайт КПРФ. Отечественная Маруся будет жить. Электромобиль по концепции суперкара создадут инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. В ходе работы двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, установят литий-ионовые батареи и синтезированную систему управления. Сегодня руководство университета подпишет соглашение с новосибирским спектром. Исполнителями соглашения станут инженеры факультета мехатроники и автоматизации. Напомню, прототип первого в истории России серийного спорткара «Маруся Б1» представили в Москве чуть больше 10 лет назад. В 2014 году компания «Маруся Моторс» прекратила свое существование в связи с нехваткой денежных средств, не выпустив при этом ни одного серийного автомобиля. Все производственные автомобили являются прототипами. Несколько лет назад новосибирская компания выкупила автомобили «Маруси» для дальнейшего восстановления. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш инстаграм ОТС, нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели.